Меня зовут Филипп Советов. Ну, как я попал в сериал? Я отдыхал в Лас-Вегасе, вышел из казино, весь в шоколаде. Мне позвонил мой агент, говорит, нужно сняться. Я первым же рейсом улетел. Меня зовут Денис, мне 13 лет, и я занимаюсь в киностудии «Краски». Меня зовут Алена, мне 12 лет, я уже два года ходила в студию, и нам объявили, что будет новый проект. И объявили всем ребятам, что начинается кастинг. Я прошла этот кастинг и получила главную роль в сериале. Меня зовут Артём Мажельский, мне 11 лет. Я занимаюсь уже два года киностудии «Краски». Меня зовут Чемчева Даша, мне 11 лет. В сериал меня пригласили. Ну, а почему бы и нет, я согласилась. Актерским мастерством я занимаюсь, ну, наверное, третий год. Я точно уже не помню, я не читала. Меня зовут Келлероман Вика, мне 14 лет. В сериал я попала довольно неожиданно. Я пришла в «Краски», и мы успели отснять всего одну короткометражку. Мне мама говорит, вот у них сериал, тебя позвали. Я такая, что? Меня зовут Соня, мне 14 лет. Как я попала в сериал? Маме позвонили, сказали, хотите ли вы участвовать в сериале «Моя бабушка – призрак». Мама сказала, да, конечно. И мы всей семьёй обрадовались. Мой персонаж – это как бы спортсмен, футболист, он лидер класса, отличник. В общем, он попал в такую компанию, он не хотел дружить с ними, но он живёт в таком месте, что там нужна своя защита. И он навёл связи, и его защищал большой хулиган Захар. Моего персонажа зовут Захар. Он хулиган, он любит задирать других. Моего персонажа зовут Настя Обухова. Она довольно скромная девочка, очень добрая и довольно дружелюбная. В новом городе она пыталась найти друзей, но как-то с ней почти не каждый сладил, кроме её подружки Маринки. Мой персонаж – Маринка Рыжикова. Она, ну, для меня положительная. У неё там есть несколько миров, она постоянно где-то потеряна. Она там думает немножко о своём всегда, она отделена от реальной жизни. Мой персонаж мне нравится. Для меня он положительный, добрый, правда, немножко зажатый. Он такой тихоня и очень сильно не похож на меня. Моего персонажа зовут Алёна Барт. И хоть по сценарию её преподносят как отрицательного персонажа, для меня она скорее положительный, потому что у неё довольно тяжёлая судьба. И я думаю, что люди просто её не понимают. Мой персонаж Тони – она советская девочка. Она умерла из-за того, что она любила поспорить. И из-за своего спора она погибла. Мы все вместе вообще готовились, все ребята, то есть репетиции. Написал о своём персонаже, составил его биографию, достаточно на самом деле трагическую биографию. Сам создал себе роль, которую мне будет интересно играть. Мы писали вот такой вот дневник персонажа. Там персонаж рассказывал о своих проблемах. Также нам выдавали сценарий. Я для начала читала, и мне каждый раз был вопрос, почему нет следующей серии? В нашей школе нельзя, по идее, волосы красить. Приходилось каждый раз покупать дорогую краску, сидеть ночью перед съёмками, красить волосы. Мы снимали сцену, где мне должны были бросить песком в глаза. Я должен был вовремя закрыть глаза. И мне кидают этот песок, а я не закрываю глаза. И я потом открываю, а у меня из век просто песок высыпается. По сценарию должны были есть пельмени. Было самое сложное их есть, потому что они были переваренные. Мы снимали, снимали, а потом приходилось всё заново. Но в этом есть особенный кайф. В этот проект мы вложили очень много сил, энергии. Вложили в него свою душу. Все очень старались над ним, пыхтели. Мы потратили очень много нервов. Я советую вам посмотреть наш сериал, потому что он очень интересный и захватывающий. Наверное, это первый сериал в Новосибирске такого рода. И я думаю, что всем будет очень интересно увидеть что-то новое и оценить его. А теперь бегите, смотрите на своих экранах наш сериал «Моя бабушка-призрак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова